Субтитры создавал DimaTor Субтитры создал 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 DimaTor ДimaTor Субтитры создал DimaTor ДimaTor Субтитры создал DimaTor Здесь говорится не просто об Иакове, здесь говорится о том, как Бог создавал народ, который должен нести его славу по всему миру, через этот народ, именно окружающий мир должен был познать истинного Бога. И он начал с Авраам. Авраам – это человек, который поверил Богу. Который поверил Богу, значит, и это вменялась ему в праведность. И его вера, его вера, как бы, как бы, как можно сказать, она нивелировала то неверие, которое проявил Адам. То есть через веру Авраама, Авраам дал генерацию веры в потомках. То есть появилась возможность через одного человека привнести эту веру в мир, который погряз к тому времени в неверии. Исхак, сын Авраама, был достойным продолжателем своего отца. Почему я так говорю? Однажды в комментарии, я лично для себя проанализировал личность Исхака. О нем не так много по сравнению с Авраама, Иаковом говорится. Но что я увидел, это то, что это был человек тоже выдающийся верой и правильной жизни во многом. Насколько это может быть человек? Почему я так говорю? Это подтверждает даже Иаков, который в этой главе, которую мы изучаем, когда он разговаривал с Лаваном, он назвал Бога Исхака страхом Исхака. То есть он говорил не просто о страхе Исхака. То есть он говорил о том, что Бог для Исхака – это был источник понимания жизни, хождения перед ним, и что он реально имел страх Божий. И Иаков видел это в своем отце, и он понимал, что это и откуда это. То есть это были, скажем так, два достойных продолжателя, два героя веры. Иаков. Кто такой Иаков? К тому времени, давайте так вот, это был не очень, скажем так, молодой человек, потому что ему было примерно 77 лет. Ну, воздух не критический, потому что он прожил 147 лет, это где-то середина жизни. Ну, так скажем, лет 40-45, выглядел он явно хорошо. Вот, раз и Ревеке он понравился, и, в общем, там, и другим женам. Вот, значит, а почему мы говорим, что ему 77, это тоже можно посчитать. То есть потому что в момент рождения Иосифа, это было на 14-м году его пребывание здесь у Лавана. Значит, мы знаем, что Иосиф родился на 14-м году. А потом, когда предстал Иосиф, показал своего отца Фараону, ему было 130 лет, а Иосифу 39. Отнимаем 130-39, мы узнаем, что в это время ему был 91 год. Отнимаем 14 до рождения Иосифа, и мы узнаем, что ему было 77 лет. Итак, это был, скажем так, достаточно зрелый человек, достаточно зрелый человек. Ну, получил хорошее воспитание в семье, он был у хорошего отца. Вот, и Бытие 25-27, это в предыдущей главе, называет его человеком кротким и живущим в шатрах. Вот, ну, живущим в шатрах, это не значит, что он там день и ночь проводил в шатрах. Как мы видим из его последующей жизни, он был очень хорошим пастухом. Вот, ну, как вы помните, как он общался потом, не общался, а как он обращался с овцами, да, там, у него все время стада, они были в хорошем попечении, и они, ну, Лаван очень разбогател, впоследствии и сам Иаков тоже очень разбогател, благодаря своим знаниям. Ну, конечно, благодаря тому, что Господь его благословлял. Но вы же знаете, что Господь не просто благословляет, он благословляет работающих, идущих, да, он благословляет некие действия. Вот, ну, и действует через знания в том числе и через работу. В этом месте, где говорится о том, что он был человеком кротким, живущим в шатрах Слово «кроткий» вы тоже об этом знаете, многие слышали, особенно те, которые прошел через НГБА Это слово «там» непорочный, совершенный, невинный Но если мы посмотрим по контексту, там не говорится о моральных качествах Там говорится о том, что Исаф был человеком полей, а Иаков был человеком кротким, живущим в шатрах Здесь больше говорится о стиле жизни, о внешней стороне, не внутренней Но то, что все-таки применено слово «там», оно все-таки говорит о том, что качества, которые были в Иакове Они все-таки были заложены, правильные, то есть это был действительно человек, скажем так, воспитанный Но видно, что его, так сказать, религиозное образование имело и свои недостатки Потому что, судя по всему, не имел он, очевидно, глубокого понимания о личных взаимоотношениях с Богом Как это имел его и отец, и особенно, как это имел его дед Потому что мы с вами прочитали, он был очень впечатлен реальностью духовного мира И он, говорит, даже не знал, что такое вообще-то быть может Он не просто испугался, он просто был впечатлен, что оказывается, то, о чем ему говорил дед, отец, это реально И я так понимаю, что вот этот момент его жизни о том, что он не имел, как я понимаю, глубоких и личных взаимоотношений с Богом И, конечно же, его ситуация с братом, когда он, применяя, мягко говоря, определенную хитрость Кстати, его имя, оно тоже обозначает, ну не то, что обозначает, а много разных значений Ну, в том числе, стоящий за спиной, делающий из-под тяжка, ну что ассоциируется со словом хитрым То есть он, он такие немножко, как бы мы видим, оправдал свое имя, да, в этом плане Вот, и, соответственно, значит, и ему досталось первородство, значит, от брата Вот, и доля благословений, которая, вроде бы, предназначалась брату Вот, значит, то есть он все-таки, были моменты, которые говорят о том, что, ну характер у него был, скажем так, несовершенный В общем-то, или далеко не, далеко не совершенный Вот, Богу, конечно, нравилось, мы иногда выпячем это, то, что он стремился к благословению Ну, он стремился к первородству не только как к двойному наследию Он стремился к первородству как к исполнению завета с Богом То есть он понимал, что Исаав, возможно, понимал, что Исаав – это не тот человек, через который будет Бог действовать в завете И он помогал Богу в этом плане Ну, Богу не нравится, когда мы ему помогаем там, где мы не должны понимать То есть ему нравится наше стремление, вот, но не всегда нравятся, как бы, методы, да, которые мы используем в исполнении всего этого дела Итак, в Исааве, в Иакове было много прекрасных качеств, вот, и он был назван там Вот, но все-таки Богу пришлось работать с его характером Ведь Иакову надо было стать родоначальником большого, значит, народа И он должен был передать, вы помните, да, то, что Бог говорил Авраам, он должен был передать своим потомкам о том, как им ходить путями господними Вот, и как вот мы видим из этих вот, как бы, ну, намеков, да, вот, о чем нам наговорит слово О том, что, ну, он, как бы, и не знал, да, что, ну, о реальности Бога, да, вот, о том, что он реально присутствует в жизни Вот, значит, как он действовал, то есть мы видим, что, ну, он еще не совсем был готов, может быть, к этому, к этому, вот И таким образом в Иакове сочеталась и определенная хитрость, и определенные, значит, ну, прекрасные качества, духовные качества То есть духовность с плотским, вот, как это, как это может быть? Ну, как это может быть? Как у нас оно может быть, да? Мы можем любить Бога и в то же время завидовать можем, можем злословить, можем, что там, сплетничать, да, в общем, делать разные нехорошие вещи Это при том, мы это реально видим и понимаем То же самое это было, значит, Иоакова И, конечно, вот эта глава, вот, я не буду ее там пересказывать особенно, значит, ну, я просто, что хочу сказать Что то, что с ним происходило, оно должно было с ним произойти, потому что Бог его готовил Бог хотел его использовать, и у Бога, вы сами понимаете, всегда получается И он использовал свои инструменты, как бы, в его жизни, вот, значит, и если в доме отца, например, своего, он был наследником То он пришел, значит, в дом Лавана, и кем он стал? Работником, ну, скажем так, бесправным работником Ну, практически на уровне, можно сказать, раба, потому что Лаван как хотел, так с ним и поступал Говорил, вот, сейчас будет так, через год он говорил, нет-нет, будет по-другому, давай по-другому И так далее То есть здесь он вполне почувствовал то, что брат его чувствовал, да, обманутый И он много раз был ему обманут и при женитьбе, и при назначении всего Вот, ему приходилось очень много трудиться в это время Вот, вот, когда мы видим, ну, когда уже он принял решение, Бог ему сказал уходить И он по-другому не решил уходить, как опять бежать Вот, хотя вы же видите, там Бог не говорил, что там надо бежать, да, там было сказано, значит, тебе надо выйти Выйти можно же по-разному выйти, он решил бежать, вот, значит, и вот после вот того, как Лаван его отдогнал Значит, у них там состоялся разговор, и ему Яков сказал Вот двадцать лет я был у тебя, овцы твои и козы твои не выкидывали, овного стада твоего я не ел Рассерзенного зверя я не приносил, к тебе это был мой убыток, ты с меня взыскивал Днем что пропадало, ночью ли что ли пропадало, я томился днем от жара и ночью от стужей Сон мой убегал от глаз моих, таковы мои двадцать лет в доме твоем Я служил тебе четырнадцать лет за двух двочерей твоих и шесть лет за скот твой А ты десять раз переменял награду мою Если бы не был со мной Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, ты бы и теперь не отпустил меня То есть все вот эти вот годы, которые были, значит, годами большого давления Здесь и работа мы видим, и обманы, вот, и его семейная жизнь такая очень непростая Там четыре жены, которые за шесть лет родили ему, одиннадцать сыновей и дочь И там все это было, сами понимаете, и в пеленках, и в разных проблемах, потому что там целая глава посвящена отношениям женщин Мы видим, что отношения были непростые Одна все время плакала, потому что, значит, он ее не любил Другая кричала, давай мне детей, потому что у меня нету детей Вот, в общем, ну, короче, эти двадцать лет для него были очень серьезными годами испытания Но я верю, понимаете, вот то, что я понял, вот, и то, что я увидел Что он должен быть здесь, что Иаков должен был вынести, он все-таки вынес То есть вот эти вот слова, вот эти вот слова Если бы не был со мной Бог Отца моего То есть он увидел, вот, через все вот это давление, да, через все вот это, что с ним происходило в доме Лавана Он увидел главное, и вот то, что он выносил уже при этом бегстве То, что Бог, его Бог, он реальный Его Бог, этот Бог, который помогает Что его Бог, этот добрый Бог, который Он ему сказал при входе Я буду с тобой, я помогу тебе И теперь он увидел это в реальности, в жизни Это стало его кровью и плотью Вот, он поверил реально То есть он стал тоже человеком веры Это то, что Бог хотел от него Вот, и, конечно же, конечно же, друзья Ну, вопросы, что надо было двадцать лет? Я хочу сказать, ну да, надо было двадцать лет А как по-другому, понимаете, как по-другому показать Что Бог будет с тобой в каждой ситуации Должны были произойти ситуации какие-то, да? И в каждой ситуации мы, кажется, и он, и Яков И мы же понимаем, что это и для нас И в каждой ситуации мы должны научиться Вот, что Бог, Он с нами, что Он реальный Что Он проходит вместе с нами Эти ситуации И что Он помогает нам Знаете, не все верующие, не все верующие Они могут сказать, что вот Бог, Он был Бог был со мной Некоторые, попадая в сложные ситуации И мы сами здесь вот видим, что сложные ситуации Они произошли не потому, что Бог вот решил И создал такую ситуацию Ну, послал, да? Ну что, кто-то заставлял Якова там врать Или не так, хитрить с братом Или там обманывать своего отца Ну, никто же не заставлял, правильно? То есть он сам принял решение Значит, подчинился маме там, где не надо было подчиняться И, соответственно, это произошло Точно так же и в нашей ситуации Мы сами попадаем И Библия много раз об этом говорит Мы сами попадаем в эти жизненные ситуации И нам предстоит пройти эти жизненные ситуации Чтобы в конце концов мы что-то поняли Почему мы попали в эти ситуации Вот, чтобы мы поняли, какой Бог Как Он действует в нашей жизни И инструменты для этого Бога Ну, у Него не так много этих инструментов Конечно, нам бы хотелось бы, знаете, сегодня заснуть Увидеть сон и утром встать измененными Но не получается Мы очень быстро забываем и свои сны И видения И то, что Бог говорит через пророков Но то, что происходит с нами в жизни Мы не забываем никогда Это самые большие жизненные уроки Вот, я вижу руку Люди понимают, о чём я говорю Друзья, мы все проходим через это Нету Друзья, и профессора проходят И я прохожу И вы все проходите через это Но что я хочу вам сказать Самое главное в этой ситуации Чтобы мы попали, конечно, в такие ситуации Не просто из-за греха Это называется торбой Когда человек попадает из-за греха То там просто надо покаяться Понять, что ты попал Покаяться, вернуться к прежним делам Но если мы идём Как верующие люди Ну, такие, как Иаков Такие, знаете, тамим Мы же все тамим Ну, тамим, понимаете Мы святые, праведные и совершенные Вот Но в жизни здесь Ну, вы же видите Ну, мы не очень святые Какие-то такие В общем, с нами ещё надо С нами ещё надо работать Вот И у Бога вот эти вот инструменты Значит Время Ситуация Обстоятельства Да Его слава Когда Он приходит к нам В эти обстоятельства Значит И когда мы можем действительно сказать Что вот Бог Он такой Он с нами, ему свидетельствует Сегодня мы слышали Эти свидетельства Вот Прекрасные Вот Так что Мы живы И Бог с нами работает, друзья Скажем на это аминь Вот Потому что Раз с нами что-то происходит Значит Бог 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 что-то хочет от нашей жизни Понимаете То есть Если мы в ситуации Какой-то Мы в этом давлении Знаете Вот Значит Для нас это благо Для нас это благо Вот Сколько времени проходить Я не знаю Я так думаю Что насколько мы будем меняться Настолько будет и быстрое это время Но я вижу Что все библейские герои Они все проходили Через это И Моисей через это проходил И Давид через это проходил И Павел через это проходил Все через это проходят Я хочу сказать вам одно Что При всех этих обстоятельствах Мы должны забывать об одном Что ангелы Божьи Они При всех наших обстоятельствах Они рядом Они Ну то есть это Божье присутствие Как символ Божьего присутствия Они восходят И восходят И приходят Там, кстати, некоторые комментаторы говорили о том, что одни ангелы уходили, которые были с ним дома, хранили его, а другие пришли, которые будут его в пути хранить. Мы должны всегда помнить, что Божье присутствие всегда с нами. Бог нас никогда не оставляет. И вот это начало и конец, что при всём при том, что, допустим, Яков убегал, то есть закончился какой-то этап его жизни, всё равно ангелы присутствовали там и там, Божье присутствие оно не оставляло. То, что Яков убегал, я так думаю, это обозначало то, что Бог ещё не закончил с ним свою работу. То есть ещё что-то в его характере было то, что надо было работать. Впереди предстоял ещё Пенуэл, впереди предстояли ещё разные события в его жизни. Но самое главное, что он понял, что его Бог, Он живой, Он стал человеком веры, Он ухватился за Бога, и Он с этого момента, Матя, всё равно Он шёл с Богом. То есть для Него духовный мир был реален, Бог для Него был реален, Его присутствие, оно всё было реально. И этот человек, он уже мог передать своим детям именно понимание, своё понимание о Боге. Аминь.